Дорогие друзья, огромное спасибо вам за все поздравления. Поздравления начались и уже с 15 мая, с вчерашнего дня. Несмотря на то, что мой день рождения сегодня 16 мая. Но мне очень приятно читать все ваши теплые пожелания. По мере возможности буду отвечать на все ваши письма. Хочу заметить тот факт, что сегодняшний выпуск будет неполноценный. А сегодня будет короткий такой выпуск моего видеоблога «Тамадам номер 1». Потому что в последние дни в лесе очень плохая погода. И несколько роликов, которые я уже успел записать, они были, к сожалению, испорчены плохим звуком. И пришлось их удалить. А вот те качественные видеоролики, которые я смог сохранить, я уже, наверное, выпущу в следующем таком полноценном нормальном выпуске своего видеоблога. Сегодня мне 28 лет. Как же я буду отмечать свой день рождения? Сегодня понедельник. Поэтому, скорее всего, это будет такая стандартная домашняя теплая обстановка. Встречу с родителями, поем тортик. А вот уже в пятницу на своем сольном концерте 20 мая и после концерта в клубе «Род Кот Бар», который находится на полянке, адрес вы уже, наверное, видели и на моей странице «Инфо» есть, и в группах, и встречу специально создал. Вот уже в этом клубе в пятницу нормально, я думаю, оттянусь, нормально повеселюсь, с драйвом, весело. Поэтому еще раз напоминаю всем, кому интересно, приходите на мой концерт. Вход буквально стоит 300 рублей, никель, билетов нету. Приходите, на входе оплачиваете, и мы качаем вместе московский клуб. Если есть возможность, если есть желание, я, друзья, не навязываюсь, вы там уже сами для себя решаете. Своих друзей, которые живут в Москве, я приглашаю, конечно же, в любом случае, потому что я, к сожалению, не так часто бываю в Москве, как хотелось бы, поэтому, ребят, если есть возможность, обязательно приезжайте. Как я отношусь к своему дню рождения? Я считаю, что это прежде всего праздник, наверное, родителей, потому что они ждали моего появления в далеком 78-м году, там, с нетерпением, когда же там маленький бэбик, маленький батик появится на свет. Но я к своему дню рождения отношусь больше как к консультации факта. И вот благодаря только вашим, наверное, тёплым пожеланиям, вашим письмам, я действительно вспоминаю вот это детское восприятие этого праздника. Сегодня я даже сказал родителям, что обязательно надо будет взять тортик, посидим, попьём чай, вспомнить именно по-детски этот праздник. Давно я не отмечал свой день рождения так, как надо. Для меня день рождения – это больше, наверное, праздник, который соизмерим с Новым годом. То есть, когда Новый год наступает, мы провожаем Старый год, встречаем Новый. Вот в моём случае я сейчас провожаю свои 27 лет, встречаю своих 28. Вот. И что хочется сказать? То, что, в принципе, по большей части я, наверное, доволен всему, что происходит в моей жизни. Ну и, конечно же, у меня есть планы. Куда без них? Я, к счастью или, к сожалению, не идеальный человек. Что-то получается в моей жизни, что-то не всегда получается. Но я, в любом случае, сохраняю оптимизм. И хочу сказать, что совсем недавно увидели клип на песню «Близость». Вот. Новый трек. Очень, может быть, противоречивый. Не всем, я думаю, по нраву такая музыка. Слишком, может быть, откровенная и интимная в каких-то местах. Ну, мне показалось уместно, ведь я слушаю приблизительно такой же репертуар. Вот. А других артистов. Допустим, Джо Калик мне очень нравится, вот из последних «Лукавирос», если я правильно произнес, да. То у этих парней, в принципе, есть треки на похожую тематику, может быть, даже погрубее в каких-то моментах. Ну да ладно. До этого, до трека «Близость» была песня «Мама». Вот. Я такой человек, для меня очень важна какая-то идея, что ли, общая концепция. Все, что я делаю, оно должно куда-то во что-то вылиться. Вот. И в прошлом году я говорил о гастрольном туре, который намечается на 2016-е. И вот я посидел и подумал, в принципе, решил сделать вот такой глобальный, наверное, проект. Сейчас о нем немножко расскажу. Этот проект начнется с альбома. Альбом будет называться «Уралан». В этом альбоме будет около 8 треков. Трек «Мама» и «Близость» уже войдут в этот альбом определенно. Что касается названия, то «Уралан», потому что заглавный трек этого альбома «Уралан». Поэтому, в принципе, альбом так и будет называться. Трек «Уралан» уже есть. Я уже начал снимать на него клип. Но хочется, чтобы такой глобальный, интересный. Поэтому придется подождать, ребят. Трек будет на калмыцком языке. Но он будет таком современном, что-то между трэп, что-то между R&B-звучанием. То есть, вот он будет современный, интересный, я надеюсь, трек. Трек такой мотивационный. И поэтому я и решил его поставить в заголовок своего альбома. Потому что он, в принципе, и будет показывать всю идею этого альбома. «Уралан» переводит с калмыцкого языка означает «Вперед». Поэтому вот так я и решил называть свой альбом «Вперед». В этом альбоме, я напоминаю, будет около 8 треков. Сейчас я активно эти песни записываю. И после того, как этот альбом запишется, будет презентация альбома. Дай бог, если все нормально получится, наверное, где-то ближе к осени. Я думаю, в начале сентября. Потому что летом у всех совершенно другие планы. Все разъедутся по морям. Да и у меня там как-то намечается немножко другая деятельность. А вот ближе к осени, допустим, в сентябре, я бы презентовал этот альбом, конечно же, в нашем главном зале «Калмгосфилармонии». И после этого, уже под эгидой, так сказать, альбома, под эгидой «Уралан», я собираюсь сделать гастрольный тур по Калмыкии. У меня уже был гастрольный тур по Калмыкии. Я своими силами, когда у меня еще была под попой машина, я, в принципе, катался по республике, давал какие-то небольшие концерты. Сейчас хочется уже поглобальнее, потому что в основном я заезжал в большие районные центры, в большие села нашей республики. А тут я хочу уже объездить, наверное, все, что возможно. Поэтому, ребят, если у вас есть желание меня пригласить или как-то посодействовать концерту, то заранее предупреждаю. Гастрольный тур я планирую все-таки делать осенью. Но дай бог, всякое может произойти в жизни. Я все-таки надеюсь, что у меня все получится. Что еще хочется сказать? 27 лет я размышлял просто. Я думаю, что люди, которые меня лично, может быть, не знают хорошо, они догадываются по моим проектам, что в чем-то, наверное, я противоречивая личность. Я этот факт не скрываю. Считаю, что я творческий человек, поэтому, наверное, это некая закономерность. Я лично не встречал творческих людей, которые бы были без противоречий. Но все-таки пересиливает во мне, я надеюсь, оптимизм и позитив. И вот недавно я в одном из выпусков своего видеоблога говорил о хейтерах, о тех людях, которые перетягивают, так сказать, на темную сторону, потому что в голову подкидывают какие-то негативные эмоции. Я хочу заметить тот факт, что людей, которые стоят с другой стороны, ну, я бы не назвал их фанатами, да, это слишком громко сказано, я себя не превозношу настолько высоко, как артист, чтобы у меня были фанаты. Ну, так сказать, слушатели, люди, которые с уважением относятся ко мне, как человеку, к моему творчеству. Хочется заметить тот факт, что этих людей больше, значительно больше, чем этих хейтеров, ненавистников. Поэтому, ребят, всем, кто положительно относится, не только к моему творчеству, да и, в принципе, наверное, ко всему этому миру, к другим людям огромное вам респект, огромное вам уважение, потому что это не всегда просто. Проще всего послать этот мир на три буквы куда подальше, вот, сложнее всего, наверное, сохранить это хорошее отношение. И благодаря вам я все-таки надеюсь, что сохраню и свое хорошее отношение к миру. Мой видеоблог исключительно из-за этих помыслов, да. Я не вижу каких-то там тысячи, десятки или сотни тысяч просмотров на своем канале, но мне приятно, что многие из вас у меня отзваниваются, отписываются, говорят какое-то свое мнение. Кому-то это интересно, кто-то это поддерживает. В любом случае, я буду этим заниматься. Еще раз вам огромное спасибо за ваши пожелания. С вами Батчамидов, Тамадан Нэнбер Ван. Всем пись! Субтитры подогнал «Симон»!